Молодежный форум Молодежь Кыргызстана – хозяева завтрашнего будущего. Я хорошо знаю, что вы хотите получить специальность и работать на родине. Вы неравнодушны ко всему, что происходит в обществе и готовы действовать решительно. Страна всегда гордится такими молодыми гражданами, как вы, целеустремленными, честными и стремящимися к образованию, различным видам искусства. Именно благодаря вам наша страна уверенно шагает в будущее. Молодые лидеры пришли не просто послушать Садыра Джапарова, а чтобы поделиться своими идеями необходимых стране преобразований. Прогрессивная молодежь просто так не сидит дома. Многие чем-то занимаются и уже имеют успех в тех или иных направлениях. Поэтому мы пришли не просто послушать программу Садыра Нургоджоевича, а мы пришли, чтобы наладить диалог с ним, чтобы рассказать ему свои идеи, которые сыграют роль в развитии нашей республики. Наше предложение – возможно создать некий орган при президенте, который вплотную занимался бы молодежной политикой. Одна из самых важных отраслей в Кыргызстане – туризм. Говорится об этом много, но по факту делается очень мало. Один из участников форума рассказал о семи шагах успешного развития туризма в Кыргызстане и как туризм в некоторых странах СНГ приносит в бюджет миллиарды долларов. Если государство предпримет правильные шаги в секторе туризма, то Кыргызстан также ожидает очень большие успехи. И мы также в течение следующих 5-10 лет можем зарабатывать огромные суммы – 3 миллиарда долларов. По нашим прогнозам мы спокойно можем заработать. Теперь давайте перейдем к тем шагам, а их 7 шагов по нашим расчетам, которые требуются от государства для развития туризма. Шаг 1 – это создание Совета по развитию туризма при президенте Кыргызской республики. Вынужденная трудовая миграция из-за отсутствия работы на родине – эта тема беспокоит всю молодежь. Садыр Джапаров рассказал, что собственными глазами видел, как наши соотечественники живут по несколько семей в одной квартире, и проблема миграции не дает ему покоя. Народный кандидат видит выход из ситуации в запуске и поддержке национальных проектов. По моим расчетам, за 2-3 года после запуска национальные проекты должны начать приносить доход. Для этого нужны политическая стабильность и поддержка народа. Какой бы проект или работу мы не начинали, они все будут только во благо народа. Уже этой весной должны быть запущены национальные проекты без внешнего участия. На них должны будут работать только граждане Кыргызстана. В Кыргызстане много талантливых ребят. Многие из них работают и развиваются в IT-сфере. Уже сегодня наши специалисты разрабатывают программное обеспечение для компаний США, Израиля, Британии, Индии и других стран. Один из участников форума предложил создать в регионах страны инновационные IT-хабы, где молодежь будут обучать программированию и там же трудоустраивать, что станет альтернативой трудовой миграции. Будем брать мировые заказы и на базе вот этих заказов они будут зарабатывать. И я думаю, что это очень хорошая площадка и альтернатива для миграции, чтобы наша молодежь не уезжала. Конечно, нам хотелось бы, чтобы подобные хабы открывались не только в рамках Бишкека, но и в других регионах, потому что в основном наша молодежь как раз-таки в регионах нуждается в подобных инновационных проектах. Сооснователь инклюзивной школы Сизимталь Чебек Шарапова затронула проблемы инклюзивного образования для детей с ОВЗ. Она рассказала, что в Кыргызстане более 150 тысяч детей с инвалидностью, и эта цифра каждый год растет. Как правило, таких детей не берут в общеобразовательные школы. Возможности оплачивать обучение в частных школах есть не у всех семей, так что шанс получить образование есть у малого процента таких детей. И только 17% из этих детей обучаются в общеобразовательных школах. У вас зарождается вопрос, а где же остальные 83%? Эти дети заперти дома, чтобы общество их не пугалось. Отказ и неготовность наших школ принимать таких детей. И обратите, пожалуйста, внимание, о развитии инклюзивного образования в Кыргызстане «Концепция» была подписана 24 июля 2019 года. Полтора года прошло. Всего лишь полтора кто-то скажет. Да, был COVID, политический, финансовый кризис в нашей стране. Но что такое полтора года для родителей особенного ребенка? За полтора года ребенок, который родился, он уже научится ходить, бегать, разговаривать. Ребенку, которому 4,5 года, через полтора года ему уже пора в школу готовиться. А эти родители живут каждый днем, каждый день на счету, чтобы не потерять своего ребенка. Садыр Джапаров считает, что преобразование системы образования, поддержка массовых и частных образовательных проектов, особое внимание научным проектам и инициативам должны стать обязательной, важной и стратегической частью государственной политики. Более того, Кыргызстан может и должен стать страной, продвигающей на мировой рынок экономику знаний. Пришло время опираться на экономику знаний. Именно в ней мировое сообщество видит спасение от мирового кризиса. Сегодня инвестиции, вложенные в образование, намного эффективнее, чем вложения в традиционные инвестиционные фонды. Для перехода на экономику знаний, в первую очередь, нужно менять сознание людей. Наш народ должен убедиться в том, что богатство не в недрах, а в образовании, которое может стать основным ресурсом в развитии Кыргызстана. Только образованное общество может построить развитое государство. Но для достижения этого нам нужно время. Первым делом мы должны изменить систему государственного управления, которая даст возможность молодежи использовать социальные лифты. Диалог Садыра Джапарова с молодежью проходил не только в режиме открытого микрофона, но и в режиме онлайн. На связи с форумом были ребята из Турции, Южной Кореи и России. Многие участники форума выразили убежденность, что сегодня без связей невозможно устроиться на высокооплачиваемую работу. Поэтому студенты, получающие знания за границей, зачастую не возвращаются в Кыргызстан. Мы хотим нести свой вклад в развитие государства, но, к сожалению, без связей на хорошую высокооплачиваемую работу в нашей стране устроиться невозможно. Поэтому молодежь и остается за границей. В этой связи вопрос, какие вы предлагаете изменения в кадровой политике, чтобы сократить отток молодых специалистов в другие страны? Спасибо за вопрос. Причина такого удручающего положения – закоренелая практика, когда на работу принимают по принципу землячества или родственных связей. Депутаты делят по квотам министерства и устраивают на должности своих близких и знакомых по принципу «хороший человек», а должен работать принцип «хороший специалист». Мы должны уйти от метода назначения по родству и знакомству. После принятия новой конституции будут приняты законы, определяющие кадровую политику. Впредь на госслужбу будут брать только по результатам открытого конкурса. Когда начнутся эти конкурсы, прошу вас, молодежь, которая работает в других странах, принять участие в них. Да, заработная плата вначале будет небольшая, но не смотрите на это. Со временем мы пополним бюджет за счет борьбы с коррупцией и других мер, и тогда увеличим зарплаты в несколько раз. Следующий участник молодежного форума Сыргахбек Джунус Алиев рассказал, что разработал мобильное приложение, которое выведет транспортно-логистическую систему страны на новый уровень. Это единая система контроля и управления грузовыми перевозками. Платформа включает в себя базу данных цифровых навигационных систем СНГ, систему бронирования очереди на пунктах пропуска, электронные накладные, путевые листы, протоколы высокогабаритного контроля и многое другое. Безусловно, это полезно для крупных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. Каждый может отслеживать свой груз. Эта система однозначно уменьшила бы контрабанду на границе и коррупцию на таможне. Там уже все будет прозрачно. Каждый может онлайн подавать документы, отслеживать передвижение своего товара. Эрлан из Москвы рассказал, что из-за строгих условий ипотечного кредитования купить жилье в Кыргызстане простому бюджетнику практически невозможно. Уважаемый Садыр Нургоджоевич, было бы хорошо, чтобы в стране заработали фабрики и заводы. Тогда мы бы трудились на родине. И следующий вопрос – это проблемы ипотечного кредитования. Для покупки дома или квартиры нет денег, а у ипотек очень невыгодные условия. Сможете ли вы помочь нам в решении этих проблем? Считаю, что в первую очередь необходимо сделать ревизию, какие заводы и фабрики у нас простаивают. Потом постараемся запустить каждый объект своими силами. Только в крайнем случае будем привлекать инвесторов, но только на наших условиях. Что касается жилья, необходимо привлекать инвесторов для строительства микрорайонов в разных регионах Кыргызстана на условиях ГЧП. И это позволит на выгодных условиях приобрести жилье простым гражданам. Около трех часов Садыр Джапаров беседовал с представителями прогрессивной молодежи. У каждого была возможность задать свой вопрос, на который Джапаров давал ответ. В завершении организатор передал Садыру Джапарову резолюцию молодежного форума «Хайалымдагы Келячек» и протокол с предложениями, озвученными в ходе встречи. В свою очередь, кандидат подчеркнул, что именно благодаря целеустремленной молодежи Кыргызстан уверенно шагает в будущее. А создать условия для молодых кыргызстанцев – это главная задача государства.